вот давайте вам немножко покажу этот журнал так не очень подробно посмотрите вот видите вот мы сразу видим качество дайте это туника шеи это шемезье это кофточка но видно же что галимая синтетика искада искала вот так всего лишь 39 90 40 евро они вообще уже офигели вот тоже самое стопроцентный полистирол полистирол смотрите вот она ой какой ужас ну вот штанишкой смотрите на резиночках вот написано что не мнется ну короче послушайте вот такая вот сумочка 45 евро стоит написано что кожа там кожа такая знаете такая свиная быстрее всего вот я хочу сказать что во франции во франции сейчас вообще очень сложно найти качественные вещи ну каких-то очень дорогих бутиках возможно но вообще мне не нравится ничего как пойдешь на такой ширпотребно такое все страшное может быть от того что в советском союзе шили все ну вот ну что здесь смотрите ну вот пожалуйста вам вечные орхидеи 89.90 кто купит скажите вот шикарный кстати фонтан вот этот вот фонтан фонтан стоит сколько 249 евро вот это вот красиво во двор вот слоники всякие 59.90 кресло он который раскладывается 169 евро вот посмотрите какая у них тут вот они что предлагают послушайте вот это вот это курточка там для спорта вот эти всякие вот эти панкурты ведь они все идут на резинке 45 49 евро тапки вот эти вот но они удобные конечно ну колхоз колхозом я покажу нет мне ничего не нравится у меня я такую штучку покупала еще когда вы так немножечко похудее было очень неудобно скручивается на талии а так конечно подтягивает хорошо силуэт если какое-то платье нужно там надеть такое которое ну если вдруг какой то где там скалочка жирочек вот ну вот этот вот еще костюмчик летний ничего но опять же это у меня вот такого планы были и брюки и пиджак был о это было еще господи господи это еще в советские времена вот они сделаны 48 процентов пасти полистирол не знаю как девочки на русском называется один процент эластана 51 процент коттона раньше они были полностью каттоновые вот эти вот вечные майки которые не выходят из моды никогда и написано это как бы афера анор золотое короче дело нас на как на как там ну на полмиллиона три майки 45 евро стоит вот такие вот кстати платят сейчас вот выход входят опять в моду дальше сумочка вытягать тетенькам курсы курсы это закупка из магазина моя галочка такая есть вот гриль пожалуйста сколько 139 евро стоит ну вот это кстати неплохо но вы представляете как она там все замажется со временем как его не это чистить ну такой историк на соплях такой 139 евро тут если его за день и что он там он все и попадает с него ну видно вон смотрите вот простые доски так а что вот это вот такое вот это вот два покупаешь один бесплатная а это противо антимустика а это в розетку это обычная штучка это ультрасон а вот это кстати неплохо ультрасон вместо 43 50 за 329 евро вот это еще неплохая сама хочу сказать потому что ну комары нас заели мы сегодня разговаривали с мужем про этих про этих зеленых то про партию которые добились что перестали это распылять против комаров и когда во францию приехал здесь ни одного комара не было никогда не комаров не бук а сейчас нас уже сколько лет уже лет 5 на 6 нас едят просто заедают комары уметь вот эти вот спиралька вот эти вот не успеваем покупать вот единственное что мне помогает это морис начал чистить наши кулины наши склоны столько много этих на кустов просто вымерла все сухие вот такая вот духовочка такая кстати неплохо бы духовку но то моей галочки вот есть и обмен в гостях было я не смогла даже пользоваться он так у меня не нагрелась но явно яга что-то там не это смотрите смотрите моды возвращается сколько она стоит и не вижу 199 евро а все равно это минишен и нумерик все равно это написано что это цифровое интересно как это так ну вот смотрите вода страхоте ничего не нравится кофточка вот эти такие страшные тоже какой-то все такое бабская я кажется тетенька взрослая но я такого не ношу вот это вот хорошо крестная поставочка под ноги прекрасно 399 евро вот ли вы такие вот смотрите вот такие на клипках такие вот от солнца защита да типа это с нашими стране вот так вот мистраль вот так дунет это уже все улетела шерпотреб вообще полный шерпотреб так это уже моды для полных до 56 размера 56 это это европейский какой-нибудь там 68 не знаю какой размер вот на юбка вот эти страшные конечно вот не знаю девочка мне ничего не нравится вам это вот уже пижама быстрее всего хотя нет на каблуках нет это не пижама так подождите а что это так 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 это называется стиль комфортный ой ужас какой ну точно девочка пижама девочка мальчики мальчишкой не смотрите мальчишки то что я показываю для девочек то мне неудобно это вот хороший меня этот вот быстренько там что-то перемолоть так то для птичек вот это вот хорошая вешалка кстати стоит она 79 90 размеры xxl много много можно навешать чего вот так что стиль комфорт все это стиль комфорт не нравится мне короче послушайте не буду время здесь выбирать будем смотреть только всякие причин датчик и вот тоже это для кого это нет это охлаждаю охладитель воздуха это радио у нас 35 евро за кресло уличное хорошо тут кровати подушки так подушкой две подушки 59 евро с этим с памятью микрофибра противобактериальные но вы знаете у вас сейчас вот в этих ортопедических магазинах я вот и у кати если я покупала одну подушку у нее там оставила очень хорошие подушки так они настоящие проверенные медицинские у меня таких подушек наверное две две таких хороших я купила но я купила твердые вообще голову невозможно это положить больно ну вот это вот хорошая штучка сколько стоит 25 евро 10 штук вот это вот хорошо одна в одну вставляется вот единство что они идут в машину микроволновку тоже идут они не идут у меня вот есть похожие квадратные они не идут в духовку мой вот эти вот мне нравятся пледы кстати очень вместо 129 они такие знаете такие как немножко утесненные вот очень хорошо никаких складочек и будет видны какой красивый букетик рядом 44 50 стоит вот это вот во франции очень модно вот эти вот эти таки а там это просто панье это корзинки такие вот это то есть это вот и мебель от этого все пустота просто выдвигается задвигается да такую мы не носим это нам не нравится правда же но это точно пижаму не туда это пижаму а смотрите какие штанции боже мой но неужели так можно выйти на улицу так дальше вот такая вот 149 евро моей галкой была выбросала бит вообще не работает зарядку не держит а вот это смотрите такая типо вафельница вот для таких палочек вот это неплохо вот это вот разрезать всю бумагу допустим документы какие-то у вас там вышли да там же везде адреса там всякие там номера там налоговые так далее вот раз порезал 149 90 а вот это вот такая вот это типа вафельница 40 39 90 хритозница а вот тут что-то поговорили про электричество то есть все и мой муж говорит все что электрическое должно упасть в цене потому что так сейчас электричество дорогое люди не будут покупать может быть может быть может быть так ну здесь показывать нечего нам такое горимое все да а цены такие нехилые о нет но мне этого ничего не нравится ничего мне не нравится здесь но халат хороший у нас такой есть вот это вот видите для выпрямления осанки всякие там эти сколиозы и так далее это девочки суд для похудения продают 29 92 на банке две банки таких то есть тут 250 граммов на 10 по на 10 супов в течение пяти дней ну вот можно послушать за пять дней можно похудеть говорят но если ты будешь есть только этот суп конечно же сейчас вот я сколько во франции столько же его и это и предлагают и вот смотрите вот эти как у нас были раньше эти вот эти мультиварки мини-кукота называется она небольшая 89 евро так ну это тостеры ну короче послушайте ничего особенного так это массаж мог прекрасно так вот это вот банкетка классно сразу складывать все эти вещи и она же может служить вам я не думаю что она может служить диванчиком но она такая может быть пересесть и можно на нее может не развалится так это нам не интересно так дальше ага так пишут что уменьшите ваше глажение в два раза в время так 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 ничего себе за счет вот этой тряпочки каким-то образом мы будем гладить два раза дольше ой вот два раза быстрее так вот эти вот такие смотрите вот гелькой надевается гель гель для рук у меня младший пачерица стоит на этом на кухне все равно есть капелька и капает все равно на эту на поверхность тоже все равно нужно все убирать ну 39,90 недорого фритозница наша уже тоже старая старая но у нас такая прям слушайте я не помню какая у нас малинексовская или какая она уже такая там троху загрязнилась конечно вот это уже очень тяжело чистить знаете жир же нагорает но вообще у нас очень крутая хорошая у нас это фритозница вот мода отвратительная так это что вот это уже это для дома этот халатик ай тоже страшный не нравится ничего а вот эти стеклянные видите вот эти вот поверхности которые предохраняют эту барочную поверхность у меня такие же черные они же слушают служат резы до доской для разделочной доской но мне не нравится и у меня черного цвета все равно остаются из-за трассы но защищать саму плиту это вообще лучшего варианта не найдешь сколько раз у меня там всякие черпачки дружицы половники падали на плиту не было этой защиты может быть и уже пера сбила бы вот такая вот комфортная он конечно но обувь еще ладно она послушайте вот комфортная и скажем так и здесь она как бы ну медицинская это стилька ну и все все короче все что касается одежды колхоз ну смотрите ночной рубашка но это ж мечта любого мужчины как видишь такой рубашкой все уже так он такой уже и на тебя в жизни больше никогда не посмотрит вот короче этот вот журнал немножечко другой петер мак петер хан немецкий да вот это уже конечно здесь мода-мода раз уже начала давайте быстренько посмотрим вот эта парка мне нравится я бы такую себе приобрела так сколько стоит она стоит 240 евро ну очень удобно цветный так не очень нравится я может быть какой-нибудь больше бежевый взяла ну вот он прям почему-то в этом цвете вот вообще неплохо смотрится согласитесь капюшон есть и там наверное такое двойная она достаточно теплая вот жилетка это у нас уже много лет в моде прям много-много лет и и мне самой нравится и у меня есть жилетка тоже и стоит она стоит 79 евро так интересно а что в ней так 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 10 процентов а здесь 90 процентов дюве это плохо 10 процентов пера то есть она натуральная и а вообще само все с полиамида сто процентов вот очень удобно на самом деле но у меня вот еще проблемы с этими жилетками хочу сказать мне рукам все равно холодно ну конечно если так вот поддеть под пальто куда-то под куртку то конечно очень хорошо согревает себя прям сильно-сильно вот такие вот тут 59 евро вы видите эти пончи в моде вот всегда этот принт вот этот вот звериный всегда мультик рубашка купила такую не знаю надену хоть раз или нет ну вот эти вот такие брючки мне нравится конечно рубашка какая-то тут ажурная гантели ботинки посмотрите видите какие классные ну для молодежи вообще конечно все здорово так а это у нас что это у нас так тактик так и так так это жилетом называется а из чего не вижу сто процентов шерсть лена сто процентов вот это 79 евро это недорого у нас очень дорогие эти вещи конечно я хочу сказать что они носятся хорошо я вот из двух жемперовщиков выросла но они уже послушайте так им лет тоже там по 5 по 7 они мне как новые просто что ними чуть-чуть маловато стали а так вообще если за ними ухаживать правильно то и мне эту сносу такие вот жемпера свободные брюки кожаные для молодежи хорошо конечно я люблю вот эти вот все курточки девочки такое вот все это только чтобы вот оно все тонкое было чтобы такой знаете чтобы она тебя там сильно не это не увеличивала в объеме вот удобно очень ну чушь я в этом 159 евро так видите какая обувь красивая замшевая очень нравится красивый каблучок конечно высоковат но нога сразу у меня кстати и замшевая чуть-чуть вот такого цвета не вот такого вот такого минели очень тоже удобная колодка я в прошлом позапрошлом году нет прошлом летом не вот этим летом прошлом я купила на летних скидках в ницце в прошлом году их я их обувала а в позапрошлом значит этим сезоном ни разу весной ни разу не надела значит в прошлом году я купила да вот эти джемпера мне нравятся простые смотрится идеально у кого конечно шея хорошая шея декольте мне очень нравится все так простенько ровненько вот это я не очень люблю но это тоже это все натурально 149 евро не люблю покрою я имела ввиду вот джинсы такие но ничего вот эти вот джинсы такие вот видите они 7 8 таких даже не знаю 8 9 наверное такие чуть-чуть вот они выше щиполотки всегда у нас здесь по франции во всяком случае во франции всегда все штаны сколько вот этих брюк тут модели нет в основном они все если они зауженные да если то не клешные они все вот чуть-чуть укороченные даже вот посмотрите сейчас вот помните вот в советское времена я в жизни вот так бы не вышло для меня бы это было коротко а сейчас я не люблю когда у меня вот досюда брючина мне надо чтобы она вот так было вы видите что возвращаются в модах жилетки вот эти но они так красиво смотрится вот эти но еще на худенькую девочку может быть но мне не нравится вот этой лапшичкой это же имперочек ничего но мне мне я не люблю смешанную нить не знаю почему ну то есть я вам свои рассказы вот это вот вообще терпеть не могу сзади разрезы вот эти а если кто еще сутулится так она всегда будет раскрыта вот это вот катоновые вещи они неплохо смотрятся они такие тяжелые знаете они хорошок так выкладываются но если вы знали какие они тяжелые как их тяжело стирать и же не высушить то есть в их на плечики не повесите сразу да пока мокрая а разложить она такое толстая такое все это не сохнет ничего мне было похоже я от нее избавилась вот это вот вот это вот нежность вот это нежность такое вот и вот я люблю вот эти вот все у вот эти вот вырезы у меня декольте еще позволяют носить такие вот вещи вот вот это вот мне нравится да такой про вот такой все простенькое неженькое вот такого чуть-чуть вот такого бы старый розы цвет такой вот тоже мне очень хорошо подходит так вот люблю я вот этот синий цвет обожаю но что-то не то не знаю почему что-то мне не нравится а цвет вообще великолепный конечно сейчас вам расскажу то все свои пристрастия мне похожая рубашка есть чисто шелковая массима дуться вот широкая такая удобная самое главное что интересно тончайшая вот я ее надеваю на тонкий топ такой незаметный да такое это и мне не холодно мне это и шелк настолько греет вообще прелесть так вот платьица у нас вот такие вот девочки вам ничего нет эти платья халаты не напоминают вот уже второй сезон они прям если не третья прям муссируют их о вот эти рубашка это для меня так ничего чтоб нигде не было видно чтоб ничего нигде не приставало но я бы чуть-чуть бы хотела подлиться чтоб она была видите вот они так вот этот получше да девчонки этот журнальчик конечно же он хуже чем-то вот модуля что мы смотрели вот корзинки никогда не выходят из моды никогда ну тут видите тут и вот это джинсы на это такая широкая и короткая но не по мнению я не очень бы это полюбила вот это да вот эта длина хорошая с баскеточками такой прям вот этот цвет я очень люблю девочки вот такое платье бы я носила но мне нужно вот так чтоб хотя бы вот так было то есть я уже как бы коленки уже не открываю так клеточка вот такая у нас тут вот это платье с этими с ботами конечно хорошо смотрится на молодежи опять же хотя девчонки я хочу сказать что молодежь молодежью но вот я не знаю я конечно возраст я возраст свой знаю но в плане вот допустим одежды я все такое какое-то такое тетечки но я не надену на себя но я всегда была в классике мне вот это нравится расцветка но мне вот по такой платье нужны обязательно какие-то штанцы легкие для меня вот я не могу так вот уже все и вот такими голыми ногами здесь по террасе да я буду конечно ходить может быть где-то в морском городе когда я буду отдыхать а так нет ну вот это уже конечно послушается уже 0 0 любой размер одеваешь надеваешь или чего-то не по ним не видно не знаю мне кажется что не очень а вам так дальше вот так ничего ничего там еще в этом журнальчик еще что-то можно выбрать не знаю вот очень часто бывает вот это вот расцветка ну не знаю в эти в якоречке в эти это якоречки или цветочки там вот брюки такие же ну не знаю так себе скажем так что здесь из обувь вот обувь это да вот это бы мне понравилось вот это это бы я носила там какие тут еще кроссовочки я бы носила вот такие бы вот ботиночки тоже мне нравятся вот это нет вот это не нравится вот эти ничевский так и сзади замок ну не знаю будет ли замок может тереть на пятку на всякие вон маленькие эти сумочки такой какой-то все большой слушайте дабр слушайте а это мужское что ли ну здесь наверное разные разные ротности вот это мужские уже ботинки ага хотя вот эти женская нога ну такое мне нравится вот этоа мне нравится вот это мне нравится вот такие вот вот кеды нравится вот этоお願いします Так, ну, здесь мужское уже. Так, вот эти женские. Знаете, вот у Майеры, которая из Экса, да, вот моя подружка, у неё, похоже, она купила себе ботиночки, такие вот эти туфли. Ну, они лаковые у неё полностью. Тоже на такой вот подошве. Она их прямо на какие-то носочки надевает. Вот мы ходили там в прошлом году перед Рождеством смотреть там. Это на площади там что-то надо было. Что-то на сцене там какие-то были. Показывали штуки. И она была в этих туфлях, она говорит, я не замёрзла. Вот, ну, вот эти вот мне нравятся какие-то. Вот тут велюровые штанишки, конечно. Ну, я уже велюровые штаны не могу на себя надевать, потому что они очень увеличивают, скажем так. Вот, ну, вот, смотрите, мой хороший незамет. Я вам показала два журнальчика. Ну, и хорошо, теперь я могу их благополучно благополучно бросить в бак, где мы бросаем картон, бумагу, газеты. Чтобы это всё пошло опять на это, на вторичное использование. Всем пока, ваши правоносалочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова